Всем привет! В эфире канал УТС Мировые Новости и в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд я расскажу вам много интересного события в людях и курьезах, произошедших в России и других странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Уже давно дороги в горах в очень плохом состоянии. Это была не механическая проблема и не проблема с водителем. Около 20 человек погибли, десятки ранены в результате падения автобуса с обрыва. В чем причина? Человеческий фактор или плохие дороги? За пять дней тигр проходит определенный круг, оставляет свои следы и мы его подсчитываем. Редких кошек подсчитывают в России. Что это даст зоологам? Мы хотим запретить кошкам находиться на всей территории города Фримантау, то есть на всех улицах и пешеходных дорожках. Дискриминация по видовому признаку. В Австралии кошкам запрещают выходить на улицу. За что такие ограничения? Выпуск мировых новостей сегодня откроют материалы из Перу, где разбился международный автобус, и из США, где автопилот Теслы решил задавить двух полицейских. 20 человек стали жертвами ДТП с участием междугороднего автобуса в Перу. Еще несколько десятков перуанцев пострадали. Это уже третья крупная автокатастрофа за последние месяцы в стране. Подробнее об аварии и о причинах в материале моих коллег. Страшная авария в Андах на северо-западе Перу. Автобус дальнего следования сорвался в пропасть с высоты около 100 метров и несколько раз перевернулся. Погибло не менее 20 человек. Еще 33 получили телезные повреждения. Инцидент произошел в провинции Потас. «Мы оказываем поддержку муниципалитету Потаса с помощью медицинских ресурсов и усилий местной полиции. А пострадавших везут в больницу в Тая-Бамбе». Автобус следовал из Тая-Бамбы в Трухилье. Почему водитель потерял управление, пока неизвестно. Автобус принадлежал компании «Пикафлор Турс». Там уверены, что всему виной состояние местных дорог. «Уже давно дороги в горах в очень плохом состоянии. Это была не механическая проблема и не проблема с водителем». Напомним, в августе прошлого года в Перу произошло два похожих ДТП с разницей в несколько дней. В одном погибло 16 человек, в другом 29. Тем временем в Северной Каролине, что в США, произошло другое ДТП. Там чудом обошлось без жертв. Участниками аварии стала машина местных полицейских и Тесла, управляемая автопилотом. Тот решил включить режим «Скайнов» и размазать стражей порядка об их же авто. Это отлично видно на кадрах, снятых регистратором другой машины. Полицейские успели отскочить, но их машина изрядно пострадала, как и Тесла, автопилот которой дал сбой. Водитель электрокара в это время смотрел кино. К другим новостям в Англии археологи обнаружили бивень шерстистого мамонта. Это существо жило в этой области когда-то давным-давно, 30, а может и 60 тысяч лет назад. Район недалеко от климата в Девоне в настоящее время превратился в деревню с пятью с половиной тысячами домов и известен как Шерфор. Находки официальные лица Рады продолжат расковки. Не исключено, что где-то под домиками местных жителей другие остатки мамонта. А в России подсчитывают тех животных, которые, к счастью, не вымерли, хотя и находятся на грани исчезновения. Речь об амурских тиграх. Сколько этих кошек осталось на территории нашей необъятной, расскажут мои коллеги. Подсчитать амурских тигров. Такая задача стоит перед российскими специалистами. Учёт редких хищников ведут в Приморском и Хабаровском крае, Амурской и Еврейской области. Всю территорию условно делят на части. На карте заранее прокладывают маршруты. Основной метод подсчёта тигров – поиск следов. В Приморском крае операция началась через пять дней после того, как выпал снег. За пять дней тигр проходит определённый круг, оставляет свои следы, и мы его подсчитываем. Специалисты измеряют отпечаток лапы и так идентифицируют хищника. На этом маршруте обнаружили следы уже второго тигра. Сейчас мы его измерим по тем измерениям, которые мы провели. Это молодой хамец ранее на этой территории не встречался. В электронную базу вносят информацию не только о следах хищных кошек, но и о глубине снега, а также время обнаружения отпечатков и географическое положение. Специалисты говорят, что их подсчёты точны. До операции они провели сезонный мониторинг, который обычно длится три месяца. Поэтому предварительные данные уже есть. Если у нас, как у меня специалисты, есть какие-то сомнения, мы устанавливали фотоловушки, под фотоловушкой мы идентифицировали каждое животное. И где-то есть такие, да, след 10 сантиметров и 10 сантиметров – это одинаковые пятки, но это на самом деле два разных тигра. Чтобы исключить ошибку, тигров идентифицируют по полоскам на шерсти. Их рисунок у каждого свой, как отпечатки пальцев у человека. Обычно тигров подсчитывают раз в 10 лет. Но эта перепись началась на три года раньше. Причина – в уменьшении популяции кабанов, пострадавшей от чумы свиней. Специалисты хотят выяснить, как это повлияло на тигров. Голод им не грозит, но они могут мигрировать на другие территории в поисках пищи. В 2015 году в России насчитали 540 редких кошек. 80% из них обитали в Приморском крае. Результаты нынешней переписи появятся к концу весны. Ну и в продолжение кошачьей темы только на этот раз расскажем о кошках обычных, а не диких. А в Австралии некоторые активисты потребовали запретить бездомным кошкам шататься праздно по улицам и охотиться на птиц. А что дальше? Кьюар-код на каждого кота? Что же так не понравилось людям в поведении животных? Издавна кошки гуляют там, где им нравится, и без надзора. Но некоторые активисты в Австралии хотят лишить их привычной свободы. Всё из-за хищных инстинктов усатых-полосатых. В этой ветеринарной клинике лечат зверей и птиц, живущих в дикой природе. Сейчас пытаются помочь сове с повреждённым крылом. Её чуть не съела кошка. Врач говорит, что у птицы сломан сустав и вряд ли она сможет летать. Эту самку бандикута тоже ранила кошка. Зверёк уже выздоровел, и его выпускают в дикую природу. «Если бы ей не помогли, она умирала бы от сепсиса медленной смертью». Каждый год сюда поступают сотни пациентов, пострадавших от кошачьих зубов или лап. Примерно половина не выживает. Теперь активисты и зоозащитники призывают владельцев кошек выгуливать питомцев на поводке или держать в вольерах. «Мы хотим запретить кошкам находиться на всей территории города Фримантау, то есть на всех улицах и пешеходных дорожках». Активисты также предлагают штрафовать владельцев, чьи кошки гуляют сами по себе. Между тем, от правительства Австралии пока никакой реакции нет и, возможно, не будет. А эксперты отмечают, на зверьков и птиц в основном нападают одичавшие кошки. «Голограммы» могут использовать в новых, до этого недоступных этой технологии сферах, а именно в медицине и безопасности. Например, специалисты могут создать модель человеческого органа или опухоли или маркировать голограммой акцизные товары и даже шлепать их на паспорта. Интересно? Давайте посмотрим. Сегодня технологию «Голограмм» вряд ли можно назвать популярной. Ее изобрел венгерско-британский физик в 40-х годах прошлого века. Здесь же, на родине этого открытия, голограммы пытаются возродить. Это лаборатория в 30 километрах от Будапешта. Компания Holotec вместе с учёными из Университета технологий хотят найти таким изображением новое применение. Сейчас команда занимается тем, что пытается сделать голограммы более чёткими и цветными. Также изображения делают объёмным не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Наша миссия в медицинской сфере – попытаться объединить голограммы с существующими технологиями, чтобы можно было изучать изображение. Это может пригодиться в медицинских вузах. Например, на уроке анатомии будет намного легче понять расположение внутренних органов, если можно будет увидеть их в объёмном изображении. Мы сможем лучше рассмотреть какие-то патологии или опухоли. Компания также разработала голограммы, которые могут помочь в сфере безопасности. Например, бороться с контрафактной продукцией и обеспечивать лучший пограничный контроль. Так можно будет создавать специальные голограммные изображения для идентификационных документов, в которые можно помещать закодированные данные о человеке. Если бы у нас было такое голографическое изображение на паспорте или удостоверение личности, это практически решило бы проблему создания нелегальных копий. Это очень важно, поэтому к нам обратились несколько стран. Голограммы в прошлом не были эффективны, поскольку изображение было нечётким и не передавало нужных цветов. Венгерская компания, используя запатентованную лазерную технологию, может накладывать трёхмерные данные на специальную голографическую плёнку толщиной всего 0,024 мм. Другое их устройство может брать голографический отпечаток и воспроизводить его с высокой скоростью. И напоследок материал из рубрики «Культ Просвет». И сегодня история чудесного воссоединения бельгийской супружеской пары и редкого полотна исти Пловиса Каринда. Речь о картине «Цветы» её во времена Второй мировой украли нацисты. Всего в семье было 30 полотен художника, а владельцам пришлось бежать в Бельгию из Германии, чтобы выжить. Затем «Цветы» попали в музей и вот, наконец, картину вернули законным владельцам. На этом у меня всё. Смотрите мировые новости в эфире канала ОТС и читайте в нашем Телеграм-канале. Явки и пароли на ваших экранах. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!